Привет, ребят, с вами Кэм, и надеюсь, у вас все хорошо. На этой неделе в проверке реальности в честь Рождества и начала праздничного сезона я постараюсь ответить на вопрос, который, скорее всего, в это время года встретится в голове каждого геймера на планете. По крайней мере, если он старше минимального возраста распития алкоголя. Правда ли мы играем лучше, когда мы... навеселее? Обычно в проверке реальности я много говорю о науке. Но при этом я никогда не проводил своего эксперимента. Что ж, я подумал, что раз настал сезон подарков, то в качестве моего подарка вам лаборатория проверки реальности проведет свое первое научное исследование. За неделю до Рождества я в краткий срок набрал столько добровольцев из своих коллег и друзей, сколько смог, посадил их всех в нашу студию и заставил их беспрерывно играть в Trials Evolution, потребляя при этом немалую дозу алкоголя. И, конечно же, фиксировал результаты. Как в любом научном эксперименте, когда ученые пытаются выяснить влияние одной единственной переменной, в данном случае влияние алкоголя, мне нужны были две группы добровольцев. Группа испытуемых, которой предстояло пить алкоголь и веселиться, и несчастная контрольная группа, которой можно было пить только воду. Только так я могу быть уверен в том, что любые различия, которые я замечу между группами, в самом деле были обусловлены воздействием алкоголя. Группа испытуемых, состоявшей из семи добровольцев, кое-кого из которых вы могли даже узнать, должна была выпивать по две единицы алкоголя каждые 30 минут в течение двух часов. При этом первый напиток выпивался в самом начале отсчета. В целом, это составляет по 10 единиц на каждого участника эксперимента, что равно целой бутылке вина в Средней Крепости. Однако мы использовали в ходе эксперимента виски и водку. Для оценки качества игры им нужно было засекать время прохождения трассы Архипелаг в Трайлс Эволюшн сразу же после приема каждого напитка, а затем записывать его. Таким образом, я мог отслеживать влияние алкоголя на их игру. Контрольная группа, частью которой являлся я, делала то же самое. Правда, мы пили простую воду. Счастливчики. Кроме того, мне нужно было оставаться в состоянии управлять камерой, так как я записал несколько опросов мнений участников эксперимента. Я выпил два раза? Два напитка? Как себя чувствуешь? Можешь с нами поделиться? Да, конечно, но, может, я немного раздражен, потому что качество моей игры ощутимо ухудшилось. Хей, Джейси, сколько раз ты уже выпила? Четыре с половиной, вроде. Четыре с половиной? Да ты шутишь? Не-не-не. Ау, двойные порции? Двойные. Она врет. Я не вру. Как по-твоему это влияет на то, как ты играешь? Да не сильно на самом деле. Не сильно. Я вроде как концентрируюсь, но мне все сложнее достичь результата. Как думаешь, будет ли это прогрессировать, если ты будешь продолжать путь? Скорее всего, станет хуже. Как ты? Я очень трезв. Очень трезв? Как так? Я в контрольном подразделении. А, в контрольном подразделении. Его обычно называют контрольной группой, но, признаю, подразделение звучит сексуальнее. Мне больше нравятся военные названия. Я стал играть намного лучше. Когда я только начал играть, я немного нервничал, был недовольным. А сейчас я как бы меньше парюсь, и у меня получается лучше. Но я не могу обещать, что это правда, потому что мне без разницы. Что интересно, по мере продолжения эксперимента, я заметил другие признаки того, как алкоголь влияет на испытуемых. Например, агрессия. Что за пиздец? Что за тупая игра? Это игра дурацкая. Нет, черт возьми, вылезай оттуда, скотина. Депрессия? По-моему, каждый раз, когда он попадает в бездну, он ужасно пугается. Почему он пытается это сделать? Это же опасно. Даже если не делать ошибок, он в итоге не выживает. Он же в конце тонет. Его мечта добраться до конца и умереть. Прям как в жизни. Эта игра пиздец какая философская. А также использование вещей, которые им не принадлежат. Ник. Настало время для нового опроса. У меня все отлично, а у тебя? У меня все очень хорошо. Это правда очень весело. Я знаю. Это так здорово. Мне кажется, мы получим очень-очень точные результаты. Да, хорошо, хорошо. Вообще-то я технически не оператор. Что ты думаешь о внешности Кэма? Окей, пришло время взглянуть на результаты эксперимента. Сразу честно признаюсь, количество участников было слишком мало для того, чтобы получить сколь небозначимые данные. Для этого в идеале нужно 30-40 участников, как минимум. Но если мы все же обработаем данные, мы получим вот такие графики. Что ж, я не статистик, но думаю, мы сможем заключить, что со временем наши испытуемые стали давать схожие результаты, что качество игры в общем и целом увеличилось. Возможно. Однако все произошедшие в ходе эксперимента изменения нельзя связать с влиянием алкоголя, потому что наша контрольная группа определенно была слишком малочисленной. Тем не менее, это не помешало нашим испытуемым озвучить свои результаты в конце эксперимента. Да. Бесспорно, я играю лучше, когда я пьян. Думаю, отчасти алкоголь является релаксантом. То есть, я перестаю быть таким напряженным. Также, он естественным образом повышает уверенность. Даже если бы я продолжил пить и напился бы, меня бы приняли. Думаю, из-за того, что я ощущаю меньше давления, у меня получается лучше. Я пытаюсь снова и снова, и даже если я проигрываю, я думаю просто, а давай еще разок. Получится лучше, чем в прошлый раз. Мое последнее прохождение было таким же плохим, как это. Оно просто ужасно. У тебя есть какие-нибудь мысли по поводу эксперимента? В моей кружке кофе. Как ни странно, часть этих пьяных рассуждений подтверждается научной литературой о влиянии алкоголя на человеческий организм. Например, хорошо известно, что уверенность в себе увеличивается в результате потребления алкоголя. А высокая самооценка сама по себе оказывает большое влияние на качество выполнения действия. То же касается и игры. Больше доказательств того, что потребление умеренного количества алкоголя может улучшить то, как мы играем, представлено в исследовании 2011 года под названием «Разум и познание». По данным исследователей, в меру пьяные люди могут в самом деле быстрее реагировать на изменения и зрительные стимулы, чем их трезвые товарищи. Ведущий автор исследования Дженнифер Уайли высказала мнение, что мы подозреваем, что трезвые люди используют более систематический и методический подход, в то время как пьяные люди надеются на удачу. С другой стороны, как показывают многочисленные исследования, алкоголь замедляет реакцию, особенно при его потреблении в больших дозах. В исследовании 2011 года приняло участие 38 добровольцев и прошло тест на реакцию, где на экране появлялись буквы К и Х, и участникам нужно было нажимать кнопку только при появлении буквы Х. Участники, потребившие алкоголь в больших дозах, продемонстрировали замедление реакции и более выраженное и общее уменьшение числа успешных попыток. Это может объяснить негативное влияние алкоголя на качество игры, по крайней мере при потреблении в больших дозах. И наконец, последним фактором нашего вопроса, на который научная литература все-таки не ответила, является влияние на игру компании пьяных людей вокруг тебя. Лично я стал играть лучше, когда я смог сконцентрироваться на игре и забыть о насмешках и негативных комментариях моих коллег, так называемых друзей. Мне мешало то, что Ифа специально меня отвлекала. Да неправда! Был один случай, когда Сэп пролил водку мне на руки. Это был очевидный акт саботажа. По-моему, эксперименту мешало то, что пьяные люди постоянно друг друга отвлекали. Но это только часть ответа на вопрос. Играешь ли ты лучше, когда находишься в пьяной компании? Я отвечу нет, потому что пьяные люди тебе соврут. Дайте мне знать, что вы думаете об этом специальном выпуске о проверке реальности. Пишите комментарии к видео. И еще раз огромное спасибо всем моим смелым добровольцам. А вообще, давайте закончим выпуск их словами. Окей, спасибо всем! Как вы себя чувствуете? Пьяными! Оу, пьяными, я реально пьян. Что вы думаете о науке? Баука! Да! Ура! Переведено и озвучено командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте. Как бы ты описал внешность Кэма, он выглядит лучше или хуже по мере того, как алкоголь выветривается? Оу, это хороший вопрос. А как мужчина, счастливый в браке с женщиной, я бы сказал, что чем больше водки я пью, тем больше меня привлекает Кэм. Я бы описал его внешность как нечто между посредственной и средней. Между посредственной и средней. И как она улучшается или ухудшается? По мере того, как я пью? Да. Ааааа, ну не знаю. Пф. Ух, ну была не была. Я всего лишь, всего лишь человек, знаешь ли. Мы все всего лишь люди. Всего лишь люди. О боже мой. О боже мой. О нет. Самое легкое же место. Нет. Прекрати. Да ради бога. Да прекрати же. Ради всех святых. Да что ж ты делаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...